Петрушка Волшебный дворец открывается, и кто же это вам улыбается? Потешный Буратино, надежный Чиполино, Емеля тут как тот. По щучьему веленью, по моему хотенью, ребята сказку ждут. Пам-пам, крем-пам-пам, крем-пам-пам. Опа! Волшебный дворец открывается, и сказка для вас начинается. Субтитры создавал DimaTorzok Уснула, кажется. Все, хоть часочек соснуть, буквально часочек. Так, подушечка, материальцем укрыться, в комочек свернуться, глазеночки закрылись. Часочек, буквально часочек. А? Сейчас! Сейчас! Тятюшка Грибуль, это я. Это тебе, фраголевта, я думал, твоя бабаша. Это ты, Мегера, можешь отдать чего угодно. Нет, кажется, заснула наша викантесса. Умаялась за день-то. А ты что не спишь? Ты что пришла? Ты что снаешь? Твоя мамочка, если застанет тебя здесь, только... Дядюшка Грибуль. Дядюшка Грибуль. Дядяшка Грибуль. Дядюшка Грибуль. Дядюшка Грибуль. – Как он там? – Кто? Он? Шарль. Шарль, Шарль. Как, как? А как себя должен чувствовать молодой наследник замка, Если приказано засадить его в башню, посадить на хлеб и в воду... И это при живом-то отце. Он очень страдает. Ладно, это тебе. Чтобы это было точно последнее... Нет, это мне от него, от Шарля. От Шарля. Правда! Ух, враголеты! Все. Кажется, спит. Сколько раз я себе говорил, ну не вмешивайся в эти человеческие дела. Ну не вмешивайся ни во что. Что бы там с ними ни происходило, ну не вмешивайся. Ты кто? Привидение, замка Дежирон и все. Сиди себе за камином, грейся и спи. И не шебурши, чтобы никто о тебе ничего не слышал и не ведал. Грейся себе и ни о чем не думай. Я же за последние восемнадцать лет спал-то по десять часов... Четыре. Ну да. А, да. Еще на позапрошлое Рождество часик это сколько всего? Четыре... Пять, пять. Да, пять. Это пять часов, это за восемнадцать-то лет. А у меня уж от незасыпания глаза красные, как у кролика. А мне там всего-навсего четыреста тридцать два годика. А я выгляжу на всех на сот. Милый мой Шарль. Дядюшка Грибуль. Что? Добрый дядюшка Грибуль. Нет. Ну, дядюшка Грибуль, я должна его увидеть. Фрагалетта, ты же знаешь свою мамочку и чем это тебе грозит. Добрый дядюшка Грибуль, я должна увидеть Шарля. Фрагалеточка, если твоя мамаша застанет тебя там и догадается обо всем, ты не представляешь себе, что будет. Я и мне тоже, мне тоже. Ты же добрый, ты добрый, ты славный, хороший. Фрагалеточка... А если она проснется, ты мне дашь знать, и я успею убежать. Да? Дядюшка Грибуль, если ты сейчас мне откроешь дверь, я умру. Дядюшка Грибуль, ты добрый, славный. Спасибо, спасибо тебе, я скоро. Я скоро, я скоро. Знаем мы это, скоро. Скоро. Ой, сколько раз я себе говорил. Ну не вмешивайся ты в эти человечки дела. Ну не вмешивайся ты. Нет. Спит, кажется. Ну все. Все. Так. Спать, спать, спать. Подушечка. Так, одеяльцем укрыться. Так. Глазеночки закрыть. Так. И часочек. Буквально часочек. Пакет, печать, ой, что же это такое, а? Ой, печать-то центральной преисподней. Преисподней. Надо же, 82 года. Не трогали, пожалуйста. Сверхсрочно, сверхтайно, сверхсекретно. Держерон Несс. О, полномочному инспектору высочайшей канцелярии центральной преисподней лично в руки. Ой, это же не мне. После прочтения сжечь на медленном огне. Сжечь на медленном огне? Ой, страсти-то какие, а? Ой, не как высочайшая инспекция. Страшный ты какой, а у меня же не готово, ничего, не убрано. Здравия желаю, ваша темность, не имея чести. Полномочный инспектор высочайшей канцелярии центральной преисподней. Душевно рад. То есть, гип-гип, ура, ура, ура. Да, вот. А это вам, ваша темность. Оттуда. Где это я? А, смею задолжить вашу темность в замке Дежерон. Чего? В замке Виконта Дежерон, ваша темность. То, что в Бежансонском лесу. 240 лье от Монсен-Мишеля. А до Парижа... Бежерон, Бежансонское отделение центральной преисподней. То, что ж вы хоть меня во Францию занесло. Так точно, ваша темность. А не скажешь. Да, к провинции, ваш темность. Молчать. Так точно. Так, спокойно, спокойно. Сверхсрочно, сверхтайно, сверхсекретно. Лично в руки. После прочтения сжечь на медленном огне. Предписание. По прибытии на место немедленно гирогнобировать. И получить высочайшие инструкции. Вот оно. Вот оно. Для выполнения акции привлечь. Имя, звание по должности. Чего? Твоё. Грибуль. Приведение четвёртого разряда. Замок Дежерон. Безаншонское отделение центральной преисподней. Всё, сходится. Ой, фу. Так. При выполнении акции использование всех средств неограниченная. Подпись. Экселленс. Неужели сам ваш темность? Молчать. Так точно. Так, где? Что где? Где гирогнобилс? А, ваша темность. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, мне-то им пользоваться по штату не положено. Вот я его и прикрыл, чтоб не заметил кто. И чтоб не пылился. Потому что вещь-то, ваша темность, хрупкая, дорогая. Ой, не приведите лёгкое. Молчать. Ой, 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 ой. Сам молчать. Прошу. Полнобочный инспектор высочайшей канцелярии центральной преисподней. Для получения высочайших инструкций, Экселленс. Слушай и запоминай. Твоя цель – молодой наследник замка Шарм, крестник короля. Ты должен любой ценой заполучить его душу до его отъезда в столицу ко двору. Цель ясна. Да, Экселленс. Знай. Твоя судьба зависит от выполнения этой акции. В случае удачи – награда безмерна. В случае неудачи – лишение высочайшего благорасположения. Переводь в привидение второго разряда сроком на три года с лишением всех наград и привилегий. Вопросы есть. Нет, Экселленс. Да поможет тебе тьма. Вот он. Вот он. Кто он? Это он. Понимаешь, это он мой шанс. Что он? Слышал при удачном выполнении награды безмерно. Слышал безмерно. Так, Генрих. Спокойно, Генрих. Генрих какой-то? Генрих – это я. А-а-а. Так. Все. Все. Все о наследнике замка. Имя. Возраст. Мать. Отец. И прочее. Быстро. Осмелюсь доложить вашей темности. Шарль де Жероне. Молодой наследник замка. Прошлый четверг был днем его совершеннолетия. Мать. Осмелюсь доложить вашей темности у него нет матери. Она умерла. Сразу после того, как маленький Шарль появился на свет. Именно в этот день замок посетил король. Король? Да. Да, ваша темность. Сам король. Он тут охотился со Смитой неподалеку. Тронутым таким горем, он сам пожелал стать крестным Шарль. После крестин он дал отцу Шарля тысячу этю на воспитание крестника. И пожелал, когда Шарль станет совершеннолетним, поселить его при дворе, где он сам займется его дальнейшей судьбой. Так вот, как король стал крестным Шарля. Да, так точно, ваша темность. А в знак особого расположения Их Величество пожелал сам найти ему невесту, Ага. Выселить при дворе. При дворе. И сделать его своим первым другом и советником. Ты понимаешь? Ты понимаешь, что наши могут натворить, если сам король, если сам король будет другом Шарля. А Шарль, наш человек, будет другом и советником короля. Да, ваша темность. Генрих, только спокойно. Только спокойно, Генрих. Генрих, Генрих, это я. Ага, молчать. Так. Отец. Осмелись доложить? Виконт Дежарон старший. Ой, он очень любил мать Шарля. Очень. Хороший человек. Безобидный. Хороший, это плохо. Но очень безвольный. Безвольный, это хорошо. А это кто? Ой. А это и есть. О. Вторая жена Виконта. Вот она-то и есть настоящая хозяйка замка. Как настоящая, а Виконт? Да что ваш темность Виконт? Вы же видите. Ой, а это, вот, узнал и где-то, кто есть такой одинокий вдовец, у которого сын крестник самого короля Франции приехала, окрутила и женила на себя. А теперь что? А? Виконтесса. Виконтесса. Говорят, что у нее в роду была то ли колдунья, то ли ведьма. Ведьма, это хорошо. Что? Это кому как, ваша темность. Она вон троих служанок отравила и повара. Отравила? Да, ну не угодили чем-то. Это очень хорошо. Ой, ваша темность. Да я, да я и сам-то ее боюсь. А ты-то? Ну да. А ты-то чего? Ты ж привиденье. Да? Вы ее не знаете. У нее такие связи. Это тут, в провинции, она развернуться не может. А в столице, да при дворе короля, она бы себя показала бы. Так, ладно, спокойно. Спокойно. На когда назначен отъезд Шарля в столицу? Ну? Что молчишь? А вон, ваша темность, и не собирается ехать в столицу. А это... То есть, как-то не собирается. Ты же сам сказал, что в прошлый четверг исполнилось его совершеннолетие. Так точно, ваша темность. Вот в прошлый четверг, за завтраком, он и сказал, что отказывается ехать. Как это отказывается? Это же воля самого короля. Он и сказал, что отказывается подчиниться королевской воле. Что тут началось? Ваша темность, вы даже представить себе не можете, как рассверепела Викантесса. Она же ждала, ждала, дождаться не могла этого переезда в столицу. Что тут началось? Ай! Ее чуть удар не хватило. А Шарля ни в какую. И поеду, и все. И поеду, и все. Ой! Тут посуда перебитая. Крики, вздольки. Ах! Ах! Ну, за непокорность и строптивость Шарля приказано было запереть в башню и посадить на хлеб и воду. Пока не одумается. А меня поставили его охранять. Ну, вот я и охраняю. А у меня уже от недосыпания глаза красные, как у кролика. А мне всего-то навсего 432 года. А я выгляжу на все 600 вообще. Ух! 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 Ты что же это, а? Что? Паша? Как это не поедет? Ты что же это, а? Ты что же это все болтаешь, болтаешь, болтаешь? А самого главного-то ты не сказал. А вы не спасили меня по здоровью? Ух! Ух! Так точно! Ты что же это все дело хочешь испортить? Ух! Ты хочешь акцию провалить? Нет! Да тебя за такие вещи мало в лешие разжаловать. Ой, ой! Каким рыболотные, да я ким... Кто это? Я Десса. Простомус, наверное. Тсс! 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 Ты спал? Да нет, ты как нет! Сударыня! Ну, что он? осмелюсь спросить кто? Кто? Он еще спрашивает кто. Он еще осмеливается спрашивать кто. Кто? А из-за кого Виконт ваша супруга не может целыми ночами замкнуть глаз? Из-за Шарля? Из-за вашего сыночка? Наследничек. Ну что, он все еще молчит? Все еще продолжает упорствовать? Он ничего не хотел нам сказать? Осмелюсь доложить, сударь, мне ничего. Вот, сударь, плоды вашего воспитания. Пользуется, паршивец, тем, что он крестник самого короля, и я не могу. Мы не можем поступить с ним так, как он этого заслуживает. Очевидно, весь свою покойную мамашу. Я все-таки, сударыня, попросил бы... Ну, хорошо, хорошо. Я ведь ничего дурного не сказала про вашу первую супругу. Да. Очевидно, она была весьма почтенной женщиной. Но, сударь, ее сын, ваш сын, Шара, ну, согласитесь, ведет себя, по крайней мере, странно. Ну, как он не может понять, что вы и я, его приемная мать, желает ему только добра? Ну, какое будущее его ждет здесь, в глуши? Ну, какое? А там, в столице, как крестнику короля, ему уготовано все. Положение, награды, почести. Сам король пожелал ему найти невесту. Король! А он, видите ли, имеет наглость заявлять, что он уже любит другую, и выбора своего менять не намерен. Да, сударыня. Нет, подождите, сударь. Вы не можете отрицать того, что к Шарлю я отношусь значительно лучше, чем к Фрагалете. Хотя Фрагалета для вас никто, а для меня родная дочь. Но от нее я бы не потерпела сотые доли всех тех, дерзости всех тех унижений, которые я терплю от вашего сына. Постоянно выдержит. Ваша дочь, сударыня, в высшей степени. Да, но зато ваш сын. Хорошо. Если его не беспокоит его собственное будущее, он мог бы подумать о нас, обо мне, наконец. Вы же знаете, что с переездом в столицу у меня связаны последние надежды. Да, я не могу жить здесь, в этой глушине. Я создана совершенно для другой жизни. А здесь я чахну, гибну, умираю. Позвольте, я накрою вас пледом, дорогая. Здесь так холодно. Да, я всегда чувствовала здесь совершенно чужой в вашем доме. Но это же не так, сударыня. И вам нужно все время знать, что твоя судьба зависит от капризы какого-то мальчишки, возомнившего о себе бог знает что. Вы же видите, в каком я состоянии. И не проявляйте ко мне ни капли чуткости. Совершенно меня не бережете. Бога, прошу вас. И еще смейте повышать на меня голос. Дорогая моя, я виноват. Я заглажу. Я искуплю свою вину. Только прикажите. Завтра вы должны окончательно объясниться со своим сыном. Или он принимает наши условия, мы все вместе едем в столицу. Или вы лишаете его наследства. Пусть выбирает. Хорошо, дорогая. Но сейчас вам надо отдохнуть. Вы обещаете мне. Вы даете мне слово, сударь. Да, даю. Слово дворянина. А сейчас... Хорошо. Ступайте вперед. Я сейчас. Ах, если б только знать, кто эта мерзавка. Ну, ничего. Посмотрим, что ты завтра запоешь. Вас смели спросить, сударыня. А как же... Что еще? Да, сударыня, ключ. А, да. Чтобы муха не пролетела, головой ответишь. Не забудьте беспокоиться, сударыня. Это не я. Это ты должен беспокоиться. И помнить, что я терплю тебя в своем замке только из милости. Я премного благодарен, сударыня. Ну, если я хоть на одно мгновение, хоть на миг усомнюсь в тебе, никто и ничто тебя не спасет. Ты понял? Я понял, сударыня. Видели? Да. Это может. Да, ваша темность, это точно. Да, воно ты здесь. Я? Да, почитай, лет двести, ваша темность. Но вот такая, это первый раз. Первый раз. Докладывай. Изучаю обстановку, экселленс. Мы недовольны твоей медлительностью, ты понял? Да, экселленс. К завтрашнему вечеру ты должен закончить акцию и заполучить душу, которая нас интересует. Не заставляй нас разочаровываться в тебе еще больше. Ты понял? Докладывайся, я все сделаю. Надеюсь. Да поможет тебе тьма. Где? Где? Сейчас. Сейчас. Где? Вот. Ключ. Ключ. Ваша темность, осмелюсь доложить, нельзя ли подождать до утра? Что? Да я, ваше темность, про Шарля. Может быть, не стоит его будить? Подождать до утра. Молчать! Ты что, не слышал высочайшей конструкции? Ключ. Но, ваше темность... Молчать! Тебе что, уже заложило? Я сказал, ключ немедленно, или я тебе... Слушаюсь, слушаюсь, ваша темность. Ваша темность, я должен вас предупредить, Шарль там не один. Шарль там не один. Как ты не один? А кто там еще? Фрагалетта. Ну, она так просила, так просила. Я никак не мог отказать. Ваша темность. Какая еще фрагалетта. Фрагалетта. Вот, ваша темность, фрагалетта, родная дочка виконтессы. Да, ваша темность, это ее родная дочь. Родная дочь, обращаются с ней, хуже, чем с прислугой. А фрагалетта, очень хорошая девочка, добрая, ласковая, работящая. И надо же, вот такая хорошая дочка. А что за имя такое странное? Фрагалетта. А, смею предложить, ваша темность, со старо-французского? Земляничка. Земляничка. А что? Похоже. Так точно. Молчать. А что это? Ваша темность, они очень долго не виделись, соскучились, вот никого вокруг и не замечают. Сколько? Что сколько? Сколько долго не виделись? А, часов 18. И давно так стоят? Часа два? Два часа, вот так стоят и молчат. Так, ваша темность, они же не молчат. Вы прислушайтесь. Я люблю тебя, как море любит солнечный восход, Как цветок к волне склонённый блеск и полот сонных вод. Я люблю тебя, как звёзды любят месяц золотой, Как поэт своё создание вознесённый мечтой. Я люблю тебя, как пламя однодневки мотыльки, От любви изнемогая, изнывая от тоски. Я люблю тебя, как любят неразгаданные сны. Больше солнца, больше счастья, больше жизни и весны. А вы, говорите, молчат. Что ли? А то узнаете, он же... Что? Молчать? Да я тебя... Ты что ж, советы мне здесь будешь давать? Мы распустились тут. Я тебя за эти дела... Какое... Я тебя сейчас... Ну, ты понял, да? Да, я понял. Фрагалета! Фрагалета! Ты слышишь, тебе пора. Что? Тебе пора, говорю. Уже светает. Дядюшка Грибуль. Я уже 432 года. Дядюшка Грибуль. Ну, ещё одну минуточку. Никаких минуточек! Сейчас твоя мамаша проснётся. А завтрак? Ещё не готов? Фрагалет. Тебе пора идти, земляничка? Да. А ты будешь меня ждать? Да. Я буду тебя очень ждать. А ты придёшь? Да, конечно. Я обязательно приду. Я буду очень скучать без тебя. Я буду очень скучать без тебя, земляничка. Шарли. Всё, 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 пошли. Нет. Пойдём. Вот этим путём. Пойдём. Я буду ждать тебя. Я обязательно приду. Ну, здравствуй, Шарль. Здравствуйте. В общем, так, времени у нас действительно мало, так что сразу перейдём к делу. Я всё про тебя знаю. И у меня есть к тебе предложение, очень выгодное для тебя. Кто вы, собственно, такой? Я чёрт. А, чёрт. Ну, я не просто чёрт, я обер-чёрт высочайшей канцелярии центральной преисподней. Что? Не веришь? Ох, какие недоверчивые. Ну, смотри. Ну, поверил? А рога? А это что, крылья? А, да. Надеюсь, хвост показывать не обязательно? Не обязательно. Ну, убедился? Ну, и на том спасибо. Предположим, а что вам от меня надо? О, это уже другой разговор. Я хочу купить твою душу. Что? Купить твою душу. Вон договорчик. Я, Шарль де Жерон, продаю свою душу праведника за... И вот здесь ты можешь вписать всё, что тебе угодно. Всё, что угодно. Шарль, любое желание, любое, а оно исполнится. Любое. Только вот здесь, вот внизу, надо поставить свою подпись кровью. Кровью, кровью, Шарль, кровью. Ну, не мы этот порядок завели, не нам его и менять. Сколько раз я себе говорил, ну, не вмешивайся ты в человечие дела. Ну, не вмешивайся ты. Нет. Всё, всё. Спать, спать, спать. Так, подушечка, одеяльце, комочком, розёночки и часочек. Буквально. Ай, моя, 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 ну, что я такого сказал? Так, рога не надо, рога. Ай, больно. Ой. 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 Ой, как больно. Ой, больно как. Что? И обидно. Что? Что? Ну, что я бы такого сказал? Ну, сказал, что у него в столице таких, как Легалета будет, ну, сколько хочешь. Ну, даже не сосчитать им. Всё. О, ну, понятно, понятно. Ну, Шарли. Ну, и он. Я понимаю, понятно. Ваша тёмность, я же вас предупреждал, ваша тёмность. Вы бы с ним немножко поаккуратнее. Ну, 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 по тактичке, что ли. Понимаете? Это любовь. Любовь, это же дело тонкое, ваша тёмность. Да, предупреждал. Предупреждал. А он ничего трогать не сломал. Ну, да. А вот этот шатается. Ну, ну, а... Больно? Больно. Больно, я же говорил. Синяк болит? Ну, может, он синяк, синяк, это как счастье, ваша тёмность. Что вы, если Шарль расстроится, что не по нему, ой, он не только покалечить может, но и прямо... Ой, что вы, ваша тёмность, он в прошлом году в Сенморском лесу, дракон объявился. Ну, слышали, наверное, да? Слышали? Так что не ночь, то разбой, то грабёж, то ещё чего похлеще лютовал. Никто с ним исправиться не мог. Одних странствующих рыцарей перевёл. Сколько? Ну, штук сорок, наверное. Ну, до Шарля уже слухи дошли. А он ужасно не любит, когда сильный слабого обижает или рядом какая-то несправедливая сделается. Ну, узнал он про драконовое художество. Шпагу в руки, на коня и в Сен-Морский лес. Дракон. Дракон? А что? Дракон. А, дракон. Так от него даже памяти не осталось. Сейчас самый такой тихий лес в округе, в вашей тёмности. Докладывай. Обстановка осложняется, экселент. Что? Шарль не хочет подписывать договор, дерётся. Мы разочарованы в тебе. Но, экселент. Мы очень разочарованы в тебе. Тебе даётся последний шанс. Привлеки к выполнению акции хозяйку замка. К вечеру ты должен иметь подписанный договор. Ты понял? Да, экселент. Да. Это твой последний шанс. Иначе ты понял. Да, экселент. Это твой последний шанс. Немедленно. Немедленно я должен встретиться с викантессой наедине. Слышишь? Наедине. Ваша тёмность. Неужели вы хотите рассказать ей про Фрагалетту? Вы же знаете, что её ждёт, если мать узнает. Чтобы отомстить, она же никого не пожалеет. Даже родной дочери. Ваша тёмность. Нет. Вы этого не сделаете, ваша тёмность. У вас добрые глаза. Что? Ваша тёмность. Нет, нет, нет. Вы не сможете этого сделать, ваша тёмность. Вы пожалеете... Молчать. Вы пожалеете влюблённых, они же любят... Молчать. Ты что же это творишь, а? Ты что же это делаешь, а? На что ты меня толкаешь? На неподчинение высочайшей воле, да? Молчать. Молчать. Да я тебя за такие речи, я не только туда сообщать не буду. Я тебя здесь. Здесь, своею властью. Знаешь, во что превращу? В мышь летучую, в паука, в скорпиона. Молчать. Ещё одно слово, и я тебе здесь, прямо здесь, в сквозняк форточный. Ты понял? Понял. Повторите приказание. Вы хотите остаться наедине с Викантессой и как можно скорее? Выполнять. Слушаюсь. Дупрые глаза. И вы, ваша тёмность, можете назвать имя этой мерзавки? Да, сударыня. Какую же услугу вы потребуете взамен? Я предлагаю вам сделку. Подпись Шарля под этим договором в обмен на её имя. Я, Шарль де Жерон, продаю свою душу праведника. Ну, что ж, ваша тёмность, цель у нас одна. И я вам помогу. Услуга за услугу. Итак, её имя. Её имя. Ваша дочь, Фрагалетта. Что? Фрагалетта. Ну, конечно же. Ну, конечно же, она. Как же я раньше не догадалась. Фрагалетта. Ты знал. Знал. И молчал. Ну, ничего, с тобой я после разберусь. Ты же знаешь, я ничего никогда не забываю. А теперь ступай. И пригласи сюда Виконта. Приведи эту мерзавку и Шарля. Мальчишка. С кем вздумал тягаться? Ну, я отомщу. Я так отомщу. Так вот, ваша тёмность. Договор-то он подпишет. Но его надо... ...продолжить. Пишите. Я. Шарль Дежерон. Продаю свою душу праведника без всяких условий. И клянусь навсегда расстаться с Фрагалеттой. Никогда не искать с нею встреч. И повинуюсь воле родителей и воле короля сегодня же отправиться в столицу и ко двору. Это в наших с вами интересах. Не так ли, ваша тёмность? И он подпишет. Подпишет. Куда он денется? Да, сударыня. Теперь я могу поверить в то, что про вас говорят. Это правда, что вы отравили трёх своих служанок, а повара. Правда. И у меня в роду действительно есть колдунья. И она меня очень любит. А вот это её подарок. Нравится. Осторожно. Осторожно, ваша светлость. Вы можете уколоться. А у этого цветка очень опасные шипы. Очень опасные. А вы ещё убедитесь в этом. Сударыня, вы звали меня? Да, сударь. Желаете вы узнать имя той мерзавки, из-за которой откладывается наш переезд в столицу, из-за которой мы потеряли покой и сон, из-за которой вынуждены держать вашего сына в темноте? Вы знаете её имя? Да, сударь. И очень хорошо. Вы меня звали, матушка. А вот и ваш непокорный, неразумный наследник. Шар, ты ничего не пожелаешь нам сказать? Я всё уже сказал. Не желает. А ты, Фрагалетта? Я не знаю. Она не знает. Так вот, сударь, посмотрите на неё. На мою дочь. Это и есть та особа, из-за которой ваш сын не желает подчиняться не только вашей воле, но и воле вашего короля. Они с Шарлем, видите ли, любят друг друга. Да, отец. Мы любим друг друга. Мы любим друг друга. И ничто на свете не сможет нас разлучить. Как трогательно. Чем же мне отблагодарить тебя, дорогая моя? Разве что этот цветок. Он так украсит твою милую головку. Возьми же его. Я тебе дарю. Возьми же. Возьми его. Фрагалетта. Бери же. Бери. Ой. Земляничка. Я укололась. Смотри-ка. Кровь. Больно. Ничего, что испугалась маленькой. Это просто царапина. Ничего страшного. Ты ошибаешься, Шарль. И это не просто цветок. И это не просто царапина. Это смерть. Посмотри, девочка побледнела. Ну, помоги, помоги ей. А то она упадёт. Земляничка, что с тобой? Что с тобой? Почему ты молчишь? Больно. Голова кружится. Она умирает. Но её ещё можно спасти. Ты, Шарль, можешь её спасти. Стоит ей только выпить глоток из этого бокала. Бокал. Дайте бокал. Дайте ли я вас... Один Шарль. Я разобью его. Ей, Шарль, уже ничто не спасёт. Она умрёт. Торопитесь. Что я должен делать? Сегодня утром вы отказались поставить подпись под этим договором. Отказались продать свою душу. Ваша душа в обмен на её жизнь. Подпишите договор, и я дам вам бокал. Я готов. Шарль, не делай этого, милый. Я готов. Но вы ещё не всё знаете. Я готов. Прочтите ему. Подписав этот договор, вы, Шарль Дежерон, навсегда расстаётесь с Фрагалетой и никогда не будете искать с ней встречи. И, подчиняясь воле родителей и короля, сегодня же отправляетесь в столицу, а Фрагалет останется здесь. Милый, не делай этого лучше. Я умру. Круги. Круги. Не мы этот порядок завели. И нам его и вменять. Покал. Договор. Пейся, малиничка. Тебе лучше. Тебе лучше. Да, да. Да мне лучше. Шарль, что ты надела? Я выполнила своё обещание. Вы удовлетворены. Грибуль, приказывай закладывать лошадей. Дети мои, вам пора прощаться. Виконт. Виконт. Нам пора. Шарль. Земляничка. Я люблю тебя. Милая моя. Милая моя. Виконт. Виконт. Мы можем опоздать. Мы должны выехать сегодня же. Виконт. Виконт. Но больше молчать я не намерен. Вы, сударыня, женили меня на себе, потому что узнали, мой сын крестник самого короля. Я это понимал и молчал, потому что думал, худой мир лучше доброй ссоры. Но вы отравили не только мою жизнь. Все, кто находился рядом с вами, должны были страдать. По вашей прихоти мой сын был заточен в темницу. Из собственной дочери вы сделали служанку. И в довершение всего вы пожелали загубить их любовь. Но это самый страшный грех, сударыня. И его простить вам я не могу. Ну, вы немедленно покинете мой замок. Навсегда. Дети мои, вы знаете, о чем я подумал? Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Так давайте сегодня же отпразднуем вашу свадьбу. Надеюсь, вы не будете возражать. Я буду возражать. Я буду возражать. А договор? Шан, ты подписал договор к роду. Где он? Что вы делаете? Что? Осторожнее, сударыня, вы можете обжечься. Вы знаете, я вот тут стою и думаю, Генрих. Генрих, это меня так зовут, Генрих. Я вот думаю, Генрих, неужели ты так за всю свою жизнь не сделаешь ни одного доброго дела? И она так и пройдет у тебя бессмысленно. Да ты что? Рогатая образина. Сударь, если она скажет хоть одно слово, я ее точно в какую-нибудь гадость превращу. Сударыня, я полагаю, разговор наш окончен. И задерживаться здесь я вам не советую, иначе я вынужден буду позвать слуга. Они, как вы понимаете, церемониться с вами не станут. Нет! Разговор наш не окончен. Вы меня еще узнаете. Грибуль, будьте любезны, голубчик, пригласите стражников. С великим удовольствием, сударь. Вы меня еще узнаете? Сударь, вы поступили очень благородно. Позвольте пожать вашу руку. Ну что вы, сударь. Надеюсь, вы не откажетесь быть гостем на нашей свадьбе. Пожалуйста, мы вас очень просим, окажите, надо... Мы не отпущим вас так просто, соглашайтесь. Да я согласен. Ой, ну, ваша темность. Нет слов. А как же, эксцелленц? Ой, молчать, молчать. Все дела завтра. Завтра. А сегодня? Посмотри на них. Какие они симпатичные. Так точно, ваша темность. Так точно. А также. Субтитры создавал DimaTorzok Кончаются сказки И поздно, и рано Они незаметно уходят с экрана Но сказками мы, как известно, богаты Теперь напишите, Петрушки, ребята Какие вы сказки Увидеть хотите? Скорее, ребята, Петрушки Пишите и ваши рисунки И ваши игрушки Вы тоже, друзья, присылайте Петрушки Волшебный ворец закрывается И с вами, Петрушка, прощается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok